А в Наринмар приехали дети солнца, так себя называют древнейший коренной народ Кольского полуострова Саами. Их быт за сотни лет практически не изменился, они все так же кочуют в тундры, как и наши оленеводы, верят в необычных богов, занимаются шаманизмом и говорят на своем языке, алфавит которого состоит из 43 букв. Этот народ уникален тем, что в России его представителей осталось всего около 2000 человек. В столице региона Саами привезли свою выставку, на ней можно увидеть их быт, традиции и обычаи. Вот эти шаны шил я, да. Я около месяца их собирал, очень долго думал, чего как собрать, а потом разозлился и за один вечер сшил. Саамские мужчины, как и женщины, должны уметь все. И это не просто слова, условия. У кочевого народа их множество. Вера, шаманизм, язычество – это само по себе уникально сохранившиеся традиции древних предков, которые положено соблюдать. Иначе, какой из тебя? Саами. Кстати, молодой человек до свадьбы ходит с нерасшитым. До свадьбы? Да. Когда, ну, во время свадьбы он надевает белую рубаху, и жена ему расшивает бисером уже полностью все вот это вот все. У нас у тебя нет, значит, еще не жена. Да. И вот эти вот желтые вставки, вот эти вот, они говорят, ну, среди своего народа, они понимают, что я холостой, то есть я на выданье. Чтобы увидеть Саами изнутри, достаточно посмотреть на одежду. Узоры, которыми разукрашена национальная одежда, словно разложившиеся карты на столе у гадалки. Всю правду тебе покажут и расскажут. По костюму и по рисунку я могу прочитать практически все. По человеку? Да, по его костюму она пишется, как сказать, как жизнь. Семен Большунов – потомок кольского народа Саами. Ближе к оленям в тундре он еще с детства. За свою жизнь освоил множество различных навыков и шить научился и готовить, и даже сложный финно-угорский язык освоил. Живет Семен ближе к Норвегии, а вообще Саами существует на территории четырех стран – Швеции, Норвегии, Финляндии и России. Есть Саами горные, морские, лесные и тундровые. Молодой человек себя относит больше к лесным. Я сейчас уже ничем не занимаюсь. Раньше занимался оленеводством в своей общине, пока браконьеры массово не выбили моих оленей. Участвовал в гонках постоянно, как бы с детства по тундре тоже шатаюсь, мотаюсь, как говорится, туда-сюда. Он пытался возродить на своей земле оленеводство, но браконьеры снова помешали. Теперь все чаще ездят по другим городам, рассказывая о культуре древнего народа, к которому непосредственно относятся. Мы, кстати, мы произошли от оленя. У нас есть такое верование, что мы произошли от Бога. Он наполовину олень, наполовину человек, а вместо рук у него крылья. То есть он мог превращаться в птицу и всегда был оленем. Его зовут Мяндыш. Он сын солнца. Мы всегда изображали солнце. То есть мы дети солнца. И мы всегда изображаем солнце. Это считается наш главный оберег. Живут сами в тундре вот в таких чумах. Сам древний народ его называет Куавас. Спят в спальниках и шкуры оленя. В них тепло и очень удобно. Если ты, конечно, живешь с женой, так ты, конечно, ушишь с женой, чтобы... Это балаган. Ну, балаганы у вас есть, как бы. Также вот у нас вот это место священное всегда было впереди. Кстати, такие слова, как пимы, тоборки и ямалица сами переняли у ненцев, которые пришли на их земли еще в 19 веке. С тех пор традиции двух народов стали немного похожи. Эту вещь сами называют печок. Она похожа на ненецкую малицу и шьют исключительно из шкуры оленя. Но с виду очень легкая, только вот шерсти от нее очень много. Шапка здесь обязательно. Вот теперь я похож на настоящего сами. Вот это, кстати, это не лодка. Это наша... Нет, нет, нет. На первый взгляд, да, кажется, что это лодка. Но это наше средство передвижения. Это старинные сани. На таких... Да, да, да. Раньше у нас на таких санях ездили. Дело в том, что у нас очень каменистая тундра. Очень каменистая. И очень удобно на ней передвигаться вот именно на таких санях. Запрягался один или два оленя. Вместе с Семеном Большуновым в Наринмар приехала Татьяна Егорова. Она тоже представительница древнего народа Саами. Девушка работает руководителем Баренцева офиса коренных народов Мурманской области. В столицу региона прибыла, чтобы пообщаться с ненцами и изучить их проблемы. По возможности помочь решить. Тем более, что для нее это так знакомо. Люди обращают на нас внимание, знают, что есть Саами, знают, что у нас есть свои проблемы. Знают, что мы коренной народ, а коренные народы имеют свои потребности. Поэтому работа ведется. Но, к сожалению, она как бы... Я считаю, что она должна улучшаться. Ну, так и будет, я думаю. Познакомиться с бытом Саами и увидеть уникальную выставку может каждый. Она расположилась на втором этаже культурно-делового центра Арктика. Олег Танзийский, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.